Я поняла, что я снова хочу белые волосы. Я прям очень сильно хочу платье на выплаты. Смотрите, как в Париже выглядит сейчас бутик Off-White. Я думаю, все слышали о новости, что креативный директор Off-White и, по-моему, Луи Виттон в мужской линии умер. Это все очередь, чтобы зайти в магазин. Это даже не магазин. Как это правильно назвать? Pop-up store Jack Mews. Посмотрите на эту очередь. Это мой личный шок. Забавно, что люди в очереди в розовой одежде. Видите, разные розовые детали присутствуют в гардеробе. Шесть утра. Боже мой, шесть утра, все уже стоят в очереди. Блин, шесть утра это еще такое, а в час и три ночи. Мне кажется, шесть утра странно. Смотрите, как Юля нарядилась, чтобы сфотографироваться. Честно говоря, магазин очень маленький и ни о чем. Вот так это все выглядит. Охрана даже ночью. Сегодня провожу день в кровати, потому что чем-то отравилось, мне тошнило, болит живот. Наверное, это не очень хорошая идея пить сок. Сейчас есть сэндвич, но Леша принес мне сок и сэндвич. Весь день лежу в кровати. Что-то мне очень плохо. Самое странное, действительно, что мы ели одинаковую еду, но мне плохо, очень сильно Леши нет. Я уже и поблевала, и таблетки выпила, и все равно мне плохо. Ничего, по сути, не ела получается. Вообще, к нам сегодня должен при Юле и Дали прийти. Но я в таком виде, наверное, не очень буду желанным, гостеприимным хозяином квартиры, не знаю, как назвать. Буду спать, сейчас чай попью. Надеюсь, все пройдет. Леша купил мне таблетки. И на мне дончик лежит. Сегодня мы едим булки на завтрак. Равьерка, качество. О, хрустит хорошо, кстати. Смотрите, Таня гуляет. Показываю ей места. Показываю Грамм-Пале, Петипале, Шампелизе. Почти уже местные. Могу проводить экскурсии по Парижу. Лучший экскурсовод Парижа. И Барселоны. И Барселона, и Мисландия. А в Исландии, кстати, я хороший экскурсовод. Вот ты у нас будешь за рулем, а я буду экскурсии проводить. Контент для Неби-Сити и для Тани одновременно. Так, подходим ближе, ближе. Я делаю много фотографий. Будьте в Париже, записываемся на съемки, на экскурсии. Сейчас Таня упадет в озеро. Таня думала, что он большой в жизни, а он маленький. Как я уже рассказывала вам, ко мне вчера в гости приехала Таня на три дня. И у нас три дня будут посвящены прогулкам. Сейчас нахожусь в поиске сапогов. Нашла крутые ботинки, блинсяги. Сегодня, наверное, пойду их по мере. Тане мне тоже нравятся. Купим одинаковые, будем ходить в одинаковых, как всегда. Сейчас я стою в стенах Лувра. Сегодня просто невероятная погода. Такое яркое солнце. Прямо жарко. Вот честно, прям жарко. Может быть, потому что я в пуховике, а может быть, потому что в Париже прекрасная погода. И самое смешное, после вчерашнего дня я выставила пост со своими разными цветами волос в Инстаграм. И я поняла, что я снова хочу белые волосы. Я прям очень сильно хочу платиновый блонд. Мне кажется, он мне очень шел. Мне было очень красиво. Я хочу белые волосы. Но я понимаю, что я не могу их сделать, потому что если я их сделаю, скорее всего, они у меня вообще отпадут. И вторая причина, почему я не хочу их делать, потому что я не знаю, кто их покрасит, как их покрасит. И я, если, скорее всего, покрашу их в белые, я их не отпущу никогда. Потому что, как вы знаете, краситься в белый, это не очень полезно, влияет на состояние ваших волос и, в принципе, на их рост. Так что да, теперь все мои мысли про белые волосы. Не знаю, отговорите меня, пожалуйста. Или скажите мне, что не надо сделать белые волосы. Скажите мне что-нибудь, чтобы я перестала хотеть или начала хотеть эти белые волосы еще сильнее. Честно говоря, просто у меня сейчас на голове непонятно что. Я не понимаю, почему, но ни один мастер не может покрасить волос врус. Вот никто меня ни разу не красил нормально врус. То есть красит меня как-то полосами. Внизу нормально, мои корни другого цвета, и между корнями и вот этим внизу нормально. Вот такая оранжевая полоса. Просто ходить неприятно, хожу с хвостом и жду, когда уже они или отрастут, или я их снова покрашу, или что вообще делать. Как быть? Мне кажется, я никогда не отстану от своих волос. Вот я к ним прицепилась и не могу отстать. Вот так в Париже продаются елки. Они просто стоят на улице, завернуты, и ты не можешь посмотреть, какая она, может быть, она какая-то кривая, косая. У Тани сегодня день шоппинга, и мы пришли покупать ей кардхолдер. Она уже купила всем подарки. Теперь выбираем кардхолдер. Вот этот очень красивый. Мне нравится. И розовый мне нравится. Но, если честно, я хочу какой-то более классический. Но к нам никто не подходит. Как вы видите, никого нет. Мне, кстати, очень нравится лого Балинсяги. Я, знаете, как муж, который пришел с женой в бутик и просто сидит и ждет. И я сижу и жду. У меня, кстати, в чехле моя младшая сестра. А с одним и так нормально. А с одним будешь ходить? Таня влюбилась. У меня появилась новая идея. Я хочу Тани купить вот такую штуку. Как вы думаете, выглядит красиво или не очень? В общем, я просто иду. И здесь указатель вот такой вот таксы. Я пришла в H&M, чтобы посмотреть на новую новогоднюю коллекцию. Уже все почти раскупили. Я взяла два платья. Но проблема в том, что их нельзя мерить. Мы с Юлей взяли немного вещей. Это чтоб Юля меняла на Новый год лук каждые пять минут. Самое смешное, мы набрали даже не наши размеры. Просто жадность. Никому не достанется. У них так быстро раскупили размеры, что лучше взять. Мне твои подписчики написали, что я страшная подруга. Вот что вам. Вы бы взяли такой тренч или нет? Юля бы взяла. Ты открываешь, и там ничего. Ну, это ваши сдали игры. У всех пакет. Мы пришли за елкой. Какую? Она какая-то косая, кривая чуть-чуть. Меня знаете, что смешит? Мы даже тут застали блогеров, которые фотографируются с елкой. Вот, сзади. Сложный выбор. Если ты у нас влезла, я бы взял это. Нам продавец объясняет, как понять, пахнет она или не пахнет. Вот это, по-моему, не пахнет, судя по тому, что он объяснил. Надо, короче, как-то вот так джик-джик-джик. И не пахнет ничего. Сегодня очень плохо. По ощущениям, наверное, градусов может быть 5. Как вы видите, эти шторы абсолютно не вписываются в данную картину мира. Поэтому сейчас я займусь тем, что нужно все снимать. Сворачивать этот ковер ужасный. Потом, я надеюсь, мы эти стулья выкинем куда-то нафиг. Возьми свой сэндвич. Пришлось зайти в шкаф, чтобы немного показать это платье. Выглядит оно вот так. Это самый маленький размер. Размер 34. Я не смогла его нормально закрыть сзади. Я попытаюсь сейчас вам показать, как это выглядит. То есть здесь много места, но закрыть это не получается. Так. Так видно? Надеюсь, так видно. То есть я не могу сама себя закрыть. Только я теперь немного не могу понять, он должен быть настолько высоко или чуть-чуть вот так ниже. Или вот так высоко. Показываю вам платье, которое я взяла номер 2. Сема у меня хорошо. Это размер 34. Он такой необычный. Необычное платье. Не знаю. Скажите, вам нравится или не сильно? Потому что я не могу понять, мне нравится или нет. Вроде бы сидит неплохо. А если еще на каблуках быть как-то? Смотрите, как красиво все заставили. Но, честно говоря, из-за огромного количества людей ничего не понять. Все блогеры фотографируются с одним и тем же Мишкой. Знаешь, как можно с Мишкой с Мишкой? Тебя не слышно. Мы сможем с Мишкой сфотографироваться в поле 69, стоя. Ты? Хорошо, Леш. Можно топтаться. Вот так это все выглядит. Стоит толпа людей. Непонятно зачем. Эти все люди стоят в очереди, чтобы зайти внутрь в этот поп-ап-стор. Леша, какой это бокал? Первый. Четвертый. Вот это очередь. Люди будут стоять здесь час до открытия. Сумасшедшие. Сумасшедшие. Скажите, ребят, вот вы бы стояли в очереди просто, чтобы зайти и посмотреть на... Да на чей угодно поп-ап. На поп? Поп-ап. Переведи. На твою попу наш. Попа вверх? Ночью мы с Лешей нашли елку. Вот, иди. Перфект, спасибо. И этот мужчина говорит, мы говорим, сколько стоит? Он такой, extra euro. Так, опять идет. Так. Смотрите, как упаковывают елки. Их засовывают в такую штуку, и они, получается, сразу надеваются в сетку. И Доня наблюдает, как его елочку делают. Леша хотел елку, Леша получил елку. Когда ты сдался. Да, куртку стирать надо. Леша, расскажи, по-моему, зрителям, как тебе надо не стереть. Ну, там, наверное, килограмм 30-40. Да ладно, 40. Я думаю, может быть. Да что ты когда не нёс, я почувствовала, что оно все-таки... Ой. Сейчас у меня уйдет. Что оно пахнет елкой. Да, я тоже пока нёс почувствовал. У-у-у. 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 Так, завалнуйся. У-у. Валунтик. А, ты самолетку пока нёс. Это тебе у нас, знаешь, идётки? А, да, да, да. Так, с такой не нравится. Вот так выглядит ёлка. Очень красивая и пышная. Мы пришли в Икею. Покупаем то, чего нам не хватает в доме. А у нас в доме не хватает ничего. Лёша в моём пуховике, как вы видите. Всего не хватает? Всего не хватает в доме. У нас очень некрасивый дом. Но в плане мебели. Там мебель ужасная. Пока мы взяли разные подушки. Ищем ковёр, потому что я выкинула тот воничный ковёр. И нам надо найти другой ковёр. На самом деле мы почти ничего не купили. Это все наши покупки в Икею. Теперь мы пришли в Мизон Димом. Ну, Лёша берёт аэратор. Ты сейчас его разобьёшь. Здесь, конечно, выбор просто громадный. Посмотрите. Два этажа. Была найдена статуя таксы. Выбираем игрушечки. У нас будет всё в красно-белое с тавыгами. Взяли немного игрушек. Я думаю, игрушек мы взяли евро на 150 сейчас. Мы с Лёшей вышли, чтобы пойти в Макдональдс. Чтобы Лёша поел Макдональдс. А я просто фотографировалась с Макдональдсом. Понимаете? Я просто решила, раз у меня красные ногти, то упаковка от Макдональдса будет очень в кадре. Только что ко мне подошла женщина и сказала «Вузет требель» и я чок в вас будет. Я поняла, что я уже понимаю какие-то базовые вещи на французском. И я уже занимаюсь две недели или три недели постоянно регулярно. Нашла учителя себе через Инстаграм. И вообще я так рада. Я так рада. Инвентарь. Верите вы мне или нет, но я была в платье только что, мне кажется, минут 20. Ну, нет, не 20. Ну, долго я была, и мне не уходят. Знаете, где я храню еду? Мы с Лёшей решили, что сегодняшняя наша с ним съёмка прошла очень удачно. Лёш, ты мне талантливый? Я мастер. Платитель мне. У нас романтичная еда. Классно. У Лёши вино, у меня шампанское и чизбургер, который уже не очень такие вкусные, наверное. Какое небо красивое. Обычная ситуация, количество людей на Елисейске. Когда я жила здесь два года назад, может быть, я отвыкла, но мне не казалось, что здесь настолько много людей. Но, как вы видите, людей просто какое-то немеренное количество. И каждый год Елисейские украшают одинаково красными огоньками. Я всё жду, когда они будут золотыми, потому что эти красные мне напоминают какие-то виллы. Мы купили подушки сегодня. Я говорю, Лёш, да я выберу первые. Я думала, мы разные купили, а мы одинаковые купили. Ну да, какая? Толлент. Но самое смешное это то, что вот эта подушка, которую я вам хвалила вначале, она такая неудобная, просто говно. Говно за сколько-то там 12 тысяч рублей. Кто хочет такую подушку? Сейчас идёт реконструкция Конкорда. И я не помню, оно было настолько золотым или не было. Мне кажется, оно было. Может, они снимают и отполируют, и потом обратно оставляют. Неизвестно, но мы идём сейчас в сад Тюлери, в саду Тюлери, сейчас ярмарка. Она уже довольно давно, но мы так по ней и не ходили, скажем так. Здесь можно купить Галентвейн. на розовом и на белом вине. Я в шоке. Я в шоке. Ты взял на красном? Да. Я никогда не видела, чтобы на розовом делали. Они, вероятно, они более сладкие. Ещё более сладкие? Не, я не люблю Галентвейн. Это большой, конечно. Так много людей, и эта девушка уже фотографирует свои Чурасы, наверное, минут 20. Лёша наряжает ёлочку, смотрите. И у него есть лучший помощник Лёши. Объясните мне, кстати, почему игрушки продаются вот так. То есть, ты должен сам вдевать вот эти верёвочки. Я что-то в своём детстве такого не помню, что я должна сама вдевать верёвки. В смысле? Я выбирала их. Красивые. Всё интересно. Какая вот эта красивая балерина. Балерина, медведь, эти стеклянные, пингвины. Эти тоже очень красивые. Ты моя звезда, Лёша. Такса нюхает твои новые тапочки. Уже ушла. В общем, мы сняли эту дебильную картину, которая тут висела. Повесили один сапог. Надо ещё один купить. Пока ёлка выглядит так. Лёше лень продевать красные штучки в верёвочке. Донни в полнейшем восторге от этого ковра. Ты оттеленили? Мне нет. Может, ты это делаешь? Ты делаешь. Я не могу отвлекать тебя. Мои фавориты в игрушках. Вот эта мне нравится, мягенькая. Нравится вот эта. Нравится медведь он красивый. Балерина мне вначале понравилась, сейчас с Мироном какая-то такая. Самая ответственная часть это звезда. Давай, Лёша. Дальше. что у нас звезда какая-то кривая вышла. Донни! допустим... Дальше.